В Беларуси активно идет подготовка к единому дню голосования. 12 человек моложе 31 года претендуют на звание кандидатов в депутаты Палаты представителей. 24 февраля, напомним, заработает информационный центр ЦИК, который разместится во Дворце Республики. Здесь будут организованы и пресс-конференции. Внедрение промышленных роботов – одна из главных задач на ближайшие 15 лет – следует из проекта концепции национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040-го. Документ проходит общественное обсуждение. Согласно анализу рынка, до 50% рабочих процессов в мире будет автоматизировано уже через 12 лет. Беларуси стали чаще покупать товары длительного пользования. Крупнейший отечественный банк внедрил социально значимый кредит на покупку товаров по 4% годовых. Уже выдано более 8 миллионов рублей. Средний размер одного займа – 5 тысяч. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку. В Могилёвской области профсоюз работников здравоохранения направил медикам более 300 тысяч рублей матпомощи. Выплаты получили свыше 4 тысяч человек. Основаниями послужили сложные жизненные обстоятельства. Чаще всего люди обращались за финансовой поддержкой в связи с длительной болезнью, дорогостоящим лечением, компенсацией путёвок в санаторий. 25 января в Могилёве стартует республиканский патриотический проект «Зимний маршрут». Инициатива направлена на становление гражданской позиции молодёжи, реализацию трудового, коммуникативного и творческого потенциала. В рамках программы участники посетят 20 районов Беларуси. Бойцы окажут гражданам шефскую помощь, примут участие в благоустройстве социально-культурных объектов.